...гоммерческих образовательных показов, и, соответственно, они получают эти фильмы. Конечно, все это идет по согласованию с правообладателями, то есть просто так мы фильмы не раздаем с каждым из вас. Лично мне и моей команде предстоит взаимодействовать в будущем году, чтобы спросить, а вы хотите, чтобы кино доходило в школу? Потому что школам оно, факт, нужно. И что это дает? Вот вы можете увидеть продвижение своих фильмов. Не буду говорить про какую-то коммерческую выгоду, мы здесь говорим о воспитательном потенциале и его яростках, которые он может дать, таких возможностей. И, соответственно, предусмотрена обратная связь от детей и педагогов. Что посмотрели, как посмотрели, как отреагировали, какой вывод, какие фильмы мы хотим видеть дальше. Все это также будет кинопроизводителям предоставляться. Ну а самый главный вопрос, и перед последним слайдом, это а что получает детская семейная аудитория? Это фильмы. Фильмы не этих лет, и этих лет, и прошлых лет, и короткометражные, но обязательно ценностно ориентированные и познавательные. Это будущее предложение, платформа, это инструмент, и наше предложение, вот программа 0+, фонда развития творчества, жизни, дела, это сотрудничать, это всеми способами делать кино, доводить до детей. Спасибо. То есть вы пытаетесь своими средствами, своими силами реализовать прокат хотя бы в школах, в клубах, в охранных утверждениях, устроить такую защиту коммуникации между автором и зрителем, мне кажется, это здорово, и действительно поможет некоторым фильмам найти свой выбор. За счет своих сил, за счет сил производителя, а также бизнеса и власти. То есть в дальнейшем это ланкомотив еще больше. Самый главный момент о педагоге. То есть педагог начинает брать фильм для того, чтобы проводить киноурок. То есть мы включаем в процесс учителя, педагога, это важный момент. Более того, мы в этот год сделали конкурс «Киноурок», то есть как педагог использует фильм для образования, для детей. Ну, в принципе, есть 50 учителей заявили, это в конкурсе, конкурсом будет награжден 18-го числа. Ну, так вот наша работа, которую мы сделали за два года. Спасибо. У нас еще есть человек, точнее, у меня есть человек, это своя родина, но снимал свой фильм в Тюмени. Снимал по сценарию, он известен в церкви, как Владислав Крапивин, все его, наверное, знают, это мальчик совпадает. Владислав Крапивин. И вот, Илья Белосковский, он смучился-мучился, проектом там, 5 лет. Здравствуйте. 3 минуты, Илья. Илья. Да, я буду очень краток, на самом деле. Я, как раз мы сегодня говорим очень много о детском кино, и, может быть, я вот как раз один из тех, кто непосредственно его делает. Я хотел бы попросить, если есть сейчас в зале режиссер или продюсеры, которые в данный момент работают над детским проектом, можно поднять руку? Так, ну, в общем-то, небезнадежная ситуация, думаю, нам нужно как-то объединиться. Спасибо. Вот, ну, что я могу сказать? Вот, правильно сказала, извините, не помню, как зовут, психолог здесь сидела, что мы действительно солдаты, мы на войне. Вот, и вот как раз мы, ну, по крайней мере, я точно знаю про себя, что я, скорее всего, рядовой этой войны. И, вы знаете, я готов, я готов не получать там каких-то больших денег, потому что я это делаю не ради денег. Вот, ну, действительно, я не теряю, нужны генералы, нужны маршалы, нужны полководцы, которых, на мой взгляд, ну, не очень сейчас хватает. Вот, поэтому это замечательно, что вот такой круглый стол сейчас происходит. Татьяна, большое спасибо за поддержку, но вы, наверное, не помните меня, но я могу сказать, что вот два года назад я присылал трейлер своего фильма, вы его до сих пор, наверное, не посмотрели, да? Ну, конечно, я вам тоже на детском фильме, я знаю, что, ну, да, 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 ну, в общем, я все-таки надеюсь, что когда-нибудь этот трейлер будет посмотрен и фильм увидят зрители, вот. Ну, на самом деле, у меня все, потому что я небольшой специалист говорит какие-то слова. Давайте просто делать свое дело, каждый как может. Пожалуйста, Анна Кирнакова, что она просит слово, потому что сейчас не дадим, буквально три минуты. Потому что еще и не сообщается, заранее, спикерами. Да, ну, как мы сейчас, не скажем. Позже, пожалуйста. Добрый день, я режиссер и продюсер. У меня уже второй сейчас будет выходить фильм детский, называется «Жили бы или нет». Следующая картина «Собачья рай», она была более взрослого возраста. Две реплики по поводу того, о чем здесь говорилось. Первое – акватирование. Хочу отдать справедливость все-таки Министерству культуры, потому что вопрос акватирования отечественного кино поднимался, господином министром. И ситуация, о которой мы все говорим в кулуарах, но как публично она не освещается. Что продюсеры валятся публично поддерживать эту идею, потому что, как мы все знаем, наши основные прокатные сети принадлежат не нам, они принадлежат заокеанским инвесторам. И любое акватирование означает для эффективных менеджеров, которые управляют нашими сетями для повышения доходов за океанских инвесторов, для них это означает очень большие неприятности. А для продюсеров, которые поддерживают публичное акватирование, это означает отсутствие интереса со стороны прокатчиков к картинам. Понимаете, да? То есть ты публично уступаешь в акватирование, твою картину сеть не берет в прокат или берет в прокат и ставит плохо. Об этом говорят кулуары, публично боятся, стесняются. Мне кажется, что здесь, если мы действительно заинтересованы в том, чтобы отечественное кино поддерживалось, прокатывалось, наверное, нужно как-то вместе выступить в поддержку квотирования. Пусть это будет временной мерой, но мне кажется, это абсолютно необходимо. Почему мы вводим санкции в том, что касается продуктов питания и всего остального? Почему бы нам не ввести санкции в отношении голливудского кино? И это очень важно. Первый вопрос. Браво! Второй вопрос. Мы на картину Жилья Болемена, в том числе, Старин Глюкевич, может быть, кто-то знает под этим названием, этот фильм на основе книжки, в матемной книжке сделан. И на эту картину мы взяли и теченцы к министерству культуры, то есть на финансирование практически полностью министерства культуры. Нам выделили 35 миллионов рублей. Это сказка. Это для того, что, в общем, я считаю, что действительно в существующей ситуации нужно очень реалистически смотреть на вещи, снимать картины, если ты хочешь работать в детском кино, то снимать картины на те деньги, которые реально есть. Не понимая, что это затея некоммерческая, но пытаться максимально сделать хорошо на то, что есть. У нас очень была небольшая поддержка уже на последнем этапе спонсорская, но основные деньги были деньги министерства культуры. Снимались замечательные актеры, начиная с Еленой Сафоновой, Владимира Ильина, Дмитрия Певцова. Все играли за очень-очень небольшие деньги, потому что это было детское. Это, опять же, к вопросу стоимости фильма. Сейчас хорошие актеры, которые не безразличны от того, что происходит с детьми и с культурой, и если к ним приходишь с детским проектом, им интересен сценарий, с ними можно разговаривать, не говоришь о них будут работать. Но я просто хочу сказать, что у нас была полная поддержка детской культуры, и задача сейчас стоит не заработать деньги, а показать. И мы еще, кроме «мы будем выходить в прокат коммерческий», но мы нашли очень интересную использованию проката альтернативной, о которой я тоже хочу сказать. Мы работаем с Российской государственной детской библиотекой, вообще с сетью детских библиотек. Мы показали информационный фильм на, как это называлось, съезд детских библиотекарей страны, и после этого мы сказали, что мы открыты в саконах на число, и готовы показывать фильм, тем более, что он связан с книжкой, через сеть библиотек. И у нас уже, как ни странно, на нас вышли люди из Луганска, ну, кроме остальных библиотек, это просто вот к тому, о чем вы говорите. И у нас было два показа для луганских детей. Мы дали им возможность скачать фильм по интернету. Ну, Лебед, давайте уже... Ну, что, вы с подвижниками... Нет, нет, мне просто кажется... А, я быстро очень, да? Поэтому есть, но будет время тоже рассказать. Вообще, говорить не будет. Мне просто кажется, что есть альтернативные способы распространения детских фильмов, о которых, наверное, тоже дальше мы будем говорить, по-моему, с ее словечками. То есть, не только коммерческий кинотеатр, но о том, что и кеменцы говорили, тоже, да. Ну, здесь я говорила про... Я фильм отфилил, ваш, Анжелия Барина, «Крустальный ключ». Здесь все-таки... Я не целевая аудитория, но именно бы я свою мысль еще раз повторил. Если фильм завоевывает пять первых мест, десять первых мест, то он, его обязанное государство, на своем, нашим государствам телевидении, его прокатать. Если, значит, не завоевывает, значит, что это делать? Как это? Честный спорт. Честный такой конкурс, понимаете, да? Я к чему говорю? Удача вашему фильму. Даже если вы только 10 призов, к сожалению, ситуация не изменится. Вот это очень неприятно, понимаете, да? Многие фильмы наши, я просто повторяюсь, у нас в России занимают первые места. Вот, да, «Рябина и Вальс», например, да? Владимир Аесинова. Ну, сколько моего призов? Не только в России, но просто в море, в море. А кто из вас видел фильм «Рябина и Вальс»? Мы все посмотрели в ваш фильме. А, как вы все видели? Ну, ну... Я не знаю. 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 Может быть, другие. Может быть, другие. Вот есть вот... Если я дам слово... Две минуты. Игорь Задорин, мультипликатор, шикарный, на мой взгляд, я тоже нацелеваю, аудитория 3+, вот мой ребенок, внутрибольника, он смотрел обор в течение трех месяцев, там, каждый день по 5 раз, это «Защитники» такой сериал. Кто-то из вас знает об этом? Да, знает, да. Ну, вот мне Игорь сказал, где-то как и 5 миллионов, и 10 миллионов просмотров в интернете. Тоже финансирование. Добрый день, друзья. Да, все говорили здесь сегодня о кино, и практически ничего не было сказано об анимации. Я скажу пару слов. Значит, на сегодняшний день картина такова, я могу ошибаться, поправки меня, пожалуйста, и не судите строго, но, на мой взгляд, сегодня в анимации для детей возраста начальной классы школы практически ничего не производится. Почему? Потому что анимация сегодня поставлена на коммерческие русы. Все мы с вами знаем известные наши отечественные анимационные бренды, такие как Маша Медведь, Смешарик и еще немного подобных продуктов, которые позиционируются как бренды, зарабатывающие на лицензионной программе. То есть это товар-магазин, которые мы с вами для своих детей покупаем. Значит, финансирование производства таких мультфильмов происходит за счет, в основном, лицензионных поступлений. И все это поставлено на бизнес-порту. Я говорю сейчас о кино для детей начальной классы школы. С ним большая проблема, на мой взгляд, сегодня. То есть, не кино, а анимация. Поскольку этот сегмент детей уже способен выбирать сам, что ему покупать и во что ему играть. И очень сложно произвести и создать продукт и угодить, а лучше даже сказать, не угодить ребенку в этом возрасте. Более того, ситуация с лицензионной деятельностью в этой возрастной аудитории гораздо сложнее. И производители детского анимационного контента стремятся производить то, на чем они смогут, ну, если уж не зарабатывать, то хотя бы как минимум подбивать нужные средства. Чаще всего это средства, если говорить о коммерческом анимационном продукте, о том, который, ну, чаще всего крутится, например, на канале Карусеев. Много достойного контента отечественного сегодня анимационного. Почти весь продукт рассчитан на дошкольную аудиторию. На мой взгляд, анимация несет важнейший функцию в роли воспитания ребенка. И поэтому, если мы сделаем большой акцент на создании анимационного контента для начальных, для школьников, начальной школы, мы сильно выиграем от этого. Мы говорили здесь про фильмы нашего детства, такие как «Белый бим», «Черная уха» и им подобные фильмы, на которых я лично рос и многие из вас здесь, я думаю, присутствующих, сегодня можно то же самое дать только в анимационном виде ребенку. И он с удовольствием это будет смотреть. Здесь большую и важную роль должно собрать государство. как я уже сказал, коммерческие производители больше делают акцент на мультфильмы для маленького возраста, для младшего, потому что там проще заработать деньги и вернуть. Соответственно, школьники сегодня не перестают смотреть мультфильмы от того, что их нет. Они смотрят большую часть иностранного контента, иностранных мультфильмов. Это проблема понятна. Можешь сказать, что предлагаешь здесь? Я предлагаю сакцентировать государственное внимание на создании детского анимационного контента рассчитанного на возраст начальной классы школы. На пресс-буд, да? Нет, начальная класса школы, да, начальная школа. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. У нас еще не все депутаты партируют нашим участием. У нас есть Мосфильм из Риги, депутат Лидической Думы, члене отправления Лидического к кинофонда, депутат киноконтроля проводит фестиваль в Риге, показывает наше русское кино. Я хотел отметить из того, что я наблюдаю, прежде всего хотел сказать, что организовывая фестиваль у нас в Литве, в Латвии, огромнейшей популярностью пользуются эти фестивали, огромнейшие. Люди ждут, они хотят, да, мы показываем лучшие картины, на это уходит огромное количество времени. Скорошусь, что катастрофическое положение, скажем, с прошлого днества, с российской программы, московские страйбы, из 15 картин, 3-4, которые не ах, но может быть. Это катастрофа. Конечно, хотелось бы, чтобы качественное кино выходило на совершенный уровень. Есть бриллианты, но, наверное, нужно подумать, как это уйти от феномена, все-таки ближе к индустрии, чтобы было невыгодно делать плохое кино. Конечно, нужна экспертиза в сценарии. Я не знаю, что происходит с российскими сценаристами, но из-за того, что я наблюдаю, опять же, получается, либо это самородки, либо какие-то кулибины. В общей своей массе это невозможно ни слушать, ни читать. Такое ощущение, что у людей речь неразвитая, или этот сценарий полный организм моделировать. С учетом того, что мы можем наблюдать, я соглашусь, с Анной, по поводу квотирования. Здесь надо, правда, очень аккуратно подходить, для того, чтобы у людей оставался выбор. Мы можем ставить эти квоты, для Российской Федерации я имею в виду, только для того, чтобы избегать какого-то мусора, который может возвращать наши детей и нас с вами в том числе. Скажем, да, последние мусори, миньоны, да, все здорово, но под этот смешливый образ подсовывается, в общем-то, деградационные вещи. Это пропаганды гомосексуализма, это безрастрость, или это очень опасная тенденция, на мой взгляд. Что касается, я в Думе занимаюсь еще вопросом безопасности и коррупции, поэтому мне понятно тенденция, что происходит при финансировании. То, что я вижу, полное отсутствие ясности, как подать на грант, как он распределяется, по каким критериям проходит. Плюс, хорошо, если вы подали, тогда качество должно фиксироваться на каждом этапе. Написали сценарий, оценили, идем дальше. Нельзя построить весь дом, а в конце, когда уже его сдали в эксплуатацию, а давайте мы посмотрим стимулизм, на ли технологическое какое-то лицо будет фундамент. Вы говорите о том, что у цивилизованной Европы у вас дела так же плохо как у нас? Что? Что у цивилизованной Европы у вас дела так же плохо, как мы говорим, сейчас ситуация... У нас очень хуже. У нас в Латвии киноиндустрия, как таковая, уничтожена, а те редкие фильмы, которые происходят, они окровенно высокопского характера и настраивают людей. Если говорить в таком-то, что в глобальном смысле я вижу вот за этой бездрастностью кому-то, когда ничего нет дела, скажем, мы говорили, что менобразование там или не могут идти, послушайте, у них в программе есть, каждая школа должна обеспечивать некое культурологическое насыщение. Почему эти дети 30 раз ходят, смотрят на гемотиках и не могут пойти на кино? Значит, вопрос либо к директору школы, либо к тем ответственным людям, которые не могут это обеспечить. Почему они не могут это обеспечить? Либо им все равно. Что вы понимаете? Что вы понимаете? Послушайте, в глобальном смысле, конечно, вопрос к контрозете, потому что за этой бездрастностью это стоит более, ну, вопрос национальной безопасности, потому что специально глупят, специально развращают, только для того, чтобы легче было... давайте только так, что мы можем сделать? Ну, пожалуйста, добейтесь того, чтобы, если вы даете награнты в тот же хотя бы Минкульт, да, я слышал предложение, давайте сделаем новые какие-то структуры, послушайте, давайте просто найдем человека, ну, понятно, что министр этим заниматься не может, есть профильный департамент, надо людей сказать, чтобы четко, ясно, они сначала работали, а потом мы могли смотреть, как они работают и почему. непонятные критерии, кому эти люди дают деньги, другим не дают. Помимо всех это зарабатывать, все это понятно, но давайте мы сделаем, чтобы еще помимо денег было невыгодно писать плохие сценарии. Есть в этой кастовой системе, или как в Голливудии, эшеломности, без ничего дурного. Я говорю о том, что, послушайте, вот если вы написали плохо, скажем, сценарность, ну, скажем, как у любого артиста есть, в зависимости от его ученого, уровень донора. Он не может быть выше, потому что он находится на третьем, на втором или на первом, но он может его снижать, то, что мы говорили, там, пересток, скажем, на детское кино немножко ниже уходил. Хорошо. Сколько стоит трудодень, предположим, или сколько стоит хороший сценарий? Четки должны быть прописаны критерии. Это не может быть, скажем, 100 рублей. Ну, а это не должно быть и 5 миллионов. Понятно. Четкие критерии. Написали, хорошо, написали сценарий. Провалился фильм, подвергается на огромной критике, он деструктивный. Этот человек должен находиться в таком списке, хотя бы, чтобы инвестор, для инвестора, какие есть сейчас поле площадки, предположим, у меня есть 50 миллионов евро. Вот с кем я могу сейчас с вами поговорить, где я могу увидеть информацию? Где для инвестора есть четкий, вот этот сценарист, классный, есть хороший режиссер со своей командой, элементы успешности. Поговорите с банковскими у меня служащими. Ну, при чем говорили, что призы могли бы тоже стать критерием оценки. Как? Один из вариантов, конечно. Потом, огромное количество ресурсов уходит на рекламу. Послушайте, есть федеральный канал, но если мы говорим с вами о господдержке, это действительно социальный фильм, хороший фильм, почему не раскручиваете его в рекламе для того, чтобы посмотреть, как здорово, приходите, приходите, приходите. Федеральный канал имеет огромнейший потенциал, а такие, опять, дети, как свыше, обаяние перекрывают даже антенну. Спасибо, поняли ваше предложение. Проблема, вы сейчас антенциал детского кино, несколько слов скажут, как Дмила Борисовна Кубарева, родитель компании «Сонрая» сейчас. Дмитрий Борисовна, поднимите руку, поднимите руку, поднимите руку, поднимите руку, поднимите руку. вот. Можно передвинуть? Нет, нельзя. Здравствуйте. финансирование и условия, и все, что, значит, делается в департаменте. Но вопрос в чем? Действительно, детское кино настолько вот сейчас, в настоящее время, просто в критическом плачевном, плачевном, условиях, потому что, если вот даже «Крустальный ключ», кстати, я была вашим куратором, если вы в курсе, если вы знаете, да, и знаю, что 13-й год «Крустального ключа», да, вы в 13-м году получили финансирование, да, ну, мне очень радует ваш оптимизм, но вы еще будете платить штрафные санкции, которые у вас... Почему? Он сдан вовремя. Сдан вовремя, да, ну, слава богу. Я хочу сказать, что штрафные санкции еще тоже предвидится. Мы все знаем, это было количество 12, там, 14 фильмов, то в 16-м году это 6 фильмов. 6 фильмов, да, из которых, из которых, значит, это «Гералаш», «Частный фианинский 3», продюсер, который боролся 2 года, из 2 года, был сценарий оценен как отрицательный и не заслуживающий финансирование, хотя два фильма частного пионерского прошли кинофестиваль, замечательно оценены сами ребятами, сами школьниками. Это фильм, «Чеченфильм», по непонятным причинам, но для меня это по понятным причинам, что говорят. Он же даже выпал из первого тура, «Чеченфильм». «Чеченфильм», он не был допущен до «Чеченфильм», но по каким-то потом понятным для меня соображениям, он был допущен. И получил, что он был допущен, он получил еще финансирование. Это студия документальных фильмов, которая личное отношение имеет к директору департамента Вячеслава учительного получила. Это студия Горького. Здесь вопросов никаких нет. Студия Горького это студия, которая должна получать финансирование. И студия молодежной инициативы, по-моему, да? Это вы. Вы готовы постоянно гости нашего департамента не утромать. Часто виделись. Я не к тому. Я вас поздравляю. Я с удовольствием. Дай Бог, чтобы сделается хорошее кино. Но я хочу сказать, что вот эти шесть картин. Шесть картин, которые, собственно, не дают понимания того, что выйдет такой вот этот продукт. Предыдущие годы показывают также плачевную ситуацию, потому что фильмы, вы знаете, фильмы, которые я могу озвучить. Вот, правда, спасибо огромное, что мне предоставили возможность. И только вчера я узнала, что я буду выступать. Поэтому я подготовилась. Ну, конечно, так смогла. Фильмы, которые получили поддержку Минкульта, я вам хочу сказать ужасающие цифры, это 13-14-15 год, да, фильм «Алешка», «Сокровище Ромака», «Никита Хатапыч», «Хранитель Переходов», «Мой папа», «Это мой папа», «Ура каникул», «Праздники послушания», «Пашка». Это часть фильмов, которые получили поддержку. Это почти 250 миллионов рублей. Это фильм, который невозможно смотреть, невозможно показывать детям. или же они сделаны вообще на полку, которые не выходят на... Рыжевые, это то, что необходима экспертная оценка фильмов, которые уже сделаны. Нет, я хочу вам сказать, «Ура каникулы» не очень нравится. «Ура каникулы» нравится. «Ура каникулы» не очень нравится. Нет, «Ура каникулы» нет, там окажутся. Вы знаете, я хочу обратить внимание на то, что производство детских фильмов, когда мы говорим, я поддержу абсолютно предложение должно финансироваться 100%, но с жестким контролем со стороны департамента кинематографии. Это должно быть расписано тоже на хорошее предложение. Есть сценаристы, которые распределены по категориям, да? Они должны финансироваться именно по категориям фильмов. Если это сказка, это большой бюджет, значит, естественно, закладывает большой. Если это малобюджетное детское кино, значит, нужно рассматривать индивидуально каждый фильм. По-другому мы не сможем профинансировать эти фильмы. Это первое. Во-вторых, подход к тому, к отбору фильмов на финансирование должен быть тоже жесткий. Потому что я хочу вам сказать тоже. 14 год. Вот у нас все тут руководители, что нет хороших сценариев. В 14 году был представлен замечательный проект, сценарий, которого написан Юрием Арабовым «Белый конь». Не получил финансирование. В 14 году студия «Ракурс». Проект фирмы «Негодяй». По одному из последних сценариев «Володарство» не поддержим. В 15 году, каникул 41 года, который был написан в юбилейный год победы советского народного фашизма, по трилогии писателя блокадника Матвеева. Сценарий рассмотрен и одобрен российским военно-историческим обществом. Совета блокадника Ленинграда. Фильм сценарий не поддержан, не профинансирован. В 16 году если он оказался вдруг, так и студия «Гринсити», которая есть очень хороший опыт у них, замечательный фильм. Не случайно же фильм одни получают, другие нет. Есть эксперты, которые оценили. Что вы предлагаете? Чтобы больше было экспертов, чтобы прозрачнее была система. Я сейчас не буду к этому вопросу. Сейчас приду, пара. Я просто хочу сказать... Важно, пока фильмы перечисляете, мы так, в общем-то, списки читаем. Я просто говорю, вы видите, вы знаете, какие фильмы, какие сценарии просто не берутся в внимание и не финансируются. По глазу, я говорю, что это очень хороший сценарий. Замечательно. Фильм «Плятва», который представлял компанию «Санраз Пикчет». Я два слова скажу. Который неодоблен. Который проведена огромная работа. Волгоград, вот, к сожалению, ушла представителем Волгограда, губернатором Волгоградской области поддержан. Российским военно-историческим обществом поддержан. Проведена огромнейшая работа уже в прокат фильма, выхода в прокат фильма. Департамент образования, социальной соцзащиты города Москвы, Минобразование поддержан. Министерством он не поддержан. Что касается причина? Причина вне поддержки экспертного совета. Что касается экспертного совета? Экспертный совет состоит в основном из сотрудников кинематографии и наших уважаемых кинодеятелей, которые также получают поддержку государственную в этом же конкурсе. Значит, надо рассмотреть. Надо рассмотреть вопрос. почему нету причастия психологов? Психологов, педагогов, родителей, обязательно писателей, литературу которых могут отценить сценарий. Психиатров. Психиатров обязательно. Обязательно психиатров. Психиатров. Да. Здесь нужно посмотреть, я хочу сказать, здесь нужно, конечно, сделать прозрачный систем, который должна показать. Потому что сейчас, когда проходит экспертную оценку в любой проект, не видно, на какой... Тут первый этап, понятно, документы, документы, второй, третий этап, непонятно, какой проект, какие оценки получил, на каком этапе, кто оценил, кто, какие эксперты... Обязательно нужно сделать прозрачную систему. И, конечно же, я хочу сказать, что пожелать нашим руководителям, чтобы с полной ответственностью относиться к тем вопросам, которые... Кто такой государственный служащий? Это назначенный государственным человек, который должен отвечать государственной политике и нести народоизъявление, да, он служитель народу. И я думаю, что он должен с полной ответственностью подходить к вопросу, тем более, распределения финансирования. Хотя бы отвечать на телефонные звонки. Ну, отвечать на телефонные звонки, я думаю, что... И быть на работе. И распределение. И распределение. И распределение. Поэтому... Скоро уже. Все. Ответ, Оксана, спасибо. Ален, я просто повесить немножко хотел по-нашему. Ну, вы хорошие. Вас зря почернили, вы молодцы. У вас дебютное кино, все в порядке. Чуть позже, не дам вам слово. Спасибо. Ну, если можно... Я хочу продолжение разговора, потому что тема очень интересная была поднята и странно потом через какое-то время опять к этому возвращаться. Ну, давайте уж так, последовательно, если у нас дискуссия началась, я хочу сказать несколько слов. Понимаете, во-первых, как делается кино? Я бы как режиссер говорил, режиссер, который непосредственно делает кино. Извините, но я хочу сказать несколько слов. В принципе, мы говорим, вот нет хороших сценариев, нет хороших сценариев, мы поддерживаем, мы читаем, это ужас, кошмар, это... А скажите мне, откуда они берутся, эти сценарии? Вот откуда? Вот откуда должен появиться, вдруг свалиться нам на голову хороший сценарий? Вот сценаристы, знаете, сколько тратят времени на создание хороших сценарий? тратят времени полгода своей жизни, полгода, это в лучшем случае, это минимум. То есть он полгода должен просто так работать? Или кто? Да, без копейки денег. Ну так бывает. 5-6 лет хороший сценарий пишется, 5-6 лет. Сценарий не пишется, сценарий переписывается. Сценарий не пишется, сценарий переписывается, друзья. И дело вот в чем. Мы пытаемся оценивать сценарий, но понятно, что они все сырые, потому что все сценарии пишутся быстро, дешево, просто для того, чтобы подать. Поэтому непонятно, что оценит экспертная комиссия и каким образом вообще она может что-то решить. Единственным гарантом более-менее качества продукта, который до конечного может получать либо личность режиссера, который это делает, либо личность продюсера, который берется за то, чтобы контролировать. Поэтому, на мой взгляд, правильнее было бы конкурировать, чтобы конкурировали идеи, заявки, проекты, а не сценарии. Мы должны на уровне проекта оценить. Вообще, это кино нам нужно? Роман Жульетта в дагестанском поселке. Нужно нам это кино или не нужно? Нет. Из этого может получиться очень хороший сценарий, но это не очень. Но хотя бы у нас, понимаете, и мы даем продюсеру, который гарантирует, что это будет хорошее кино. Это первое, что я хочу сказать. И второе, очень опасная тенденция, которую я сейчас слышу в интервью Министерства культуры, которое дается, идет тенденция от Госкино, что давайте, зачем нам делать 5, 6, 7 фильмов детских с небольшими бюджетами? Давайте сделаем один большой блокпас. В период мы отрели с вами вместе. Да, за 200 миллионов. Я помню, прошу, что вы понимаете. Мало картин нет. Я не помню, я только кино знаю. Привез мало картин. Не получается, что 5 картин и хороших. Привезли, что я вот это на себе вот уже столько кино... не, 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 я не хочу сказать, Алина Сергеевна, извините, пожалуйста, я другое хочу сказать. Я хочу сказать, что один шедевр нам, один дорогой фильм с компьютерной графикой нам ничего не сделают. Потому что компьютерная графика в детском кино, я вот ответственно заявляю, ничего не решает извините. Ничего не решает. Не нужна комплектная графика вот в нашей стране, на сегодняшний день, детском кино. Можно снять сказку «Два мальчика и собака», и все, это будет шикарная сказка. Замечательная сказка, даже не сказка, а просто хорошее кино. Про любовь. Дети, животные. И отношения. Правду жизни. Мы потеряли искренность отношений. Мы за компьютерной графикой мы совершенно потеряли искренность отношений. Наши режиссеры и сценаристы разучились делать детское кино. Поэтому единственный способ, который может хоть как-то вернуть в нашу страну это кино, нужно делать больше кино. Больше. Пускай они будут небольшие, пускай они будут малобюджетные, но они должны быть. Авторы, режиссеры и сценаристы должны показать себя, должны их найти. Где они, эти авторы? Вот, говорите, вот выступал товарищ, что 15 фильмов все ужасные. Да, но где-то есть люди, которые умеют делать детское кино. Кто вам сказал, что они хорошие? Я при всем уважении к этим авторам, которые вы перечислили, я, например, с вами не согласен. Отлично, это ваше точное зрение. Да, поэтому вы должны дать возможность большему количеству авторов проявить себя, и те, которые проявили себя хорошо, должны гарантированно получать на следующий год с новым финансированием. Вот, что должно происходить. Естественно, отбор и конкуренция. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ваш, кто-то сейчас вопросит, я надеюсь, что пройдет за. Добрый день, дорогие коронавирусы. Саша, значит, вот, классика того, что ты обозначил только что. Вот мы сделали пимфоробка. Он прошел пять раз государственную экспертную оценку. Первый раз. Это была кинолаборатория, которая была организована при кинотаблике, на стадии заявки. Вот просто доктор прописал. На стадии заявки это было отобрано, и наш режиссер, он же сценарист, дебютант, приглашен на эту кинолабораторию. Второй раз уже по написанию сценария мы прошли еще раз экспертную оценку по проекту на Пичинги Нотавра. Я выступала там одна, я выиграла Пичинги Нотавра. Там тоже сидели эксперты, наши коллеги по кино. Значит, третий раз мы прошли, Валерина Борисовна была нашим куратором, экспертную оценку подав сценарий в Минкум. Мы относились к тем самым счастливым людям, которые в тот год выиграли финансирование. Мы еще раз прошли экспертную оценку. Третий раз Минкум, экспертный совет и так далее, пятый и десятый. Четвертый раз на стадии съемок мне не хватало денег, я пришла в фонд кино, показала нарезку уже отснятого материала и сказала, дорогие друзья, мне не хватает десять миллионов, потому что кино зрительское, мы снимаем зрительское кино, большое, красивое, зрительское кино. Значит, мне не хватает десять миллионов, и фонд кино дал ему десять миллионов. Это было четвертый раз, когда мы прошли их смертную оценку. И пятый раз, когда мы уже сделали кино, когда нам понравилось фонду кино, министерство культуры, Лидии, 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 мы не хватает с товара, не доставали. Значит, пятый раз мы получили еще раз десять миллионов вводить кино на прокат. Мы пять раз проходили экспертную оценку. В прокате мы провалились, и ни один канал его не берет. Значит, я уверена абсолютно, что такие фильмы должны обязательно быть показаны на государственных каналах, потому что это иначе просто выбор с государственным тенью. На стадии заявки нам сказало государство, это тогда был грант, давали на кинотабре вот эту вот лабораторию создавали на грант администрации президента, если мне память может быть. Значит, пять раз мы прошли, и потом государство нам сказало, ребята, ну, собственно, государственные омнии проката и государственные омнии каналы, потому что мы с этим фильмом, значит, фильм короткий, он про межнациональные конфликты между подростками, редкая тема для нашего кино, при этом оно снято в зрительстве, мы специально делали не для фестивалей, потому что нам на фестивале говорится о толерантности и о любви в мультикультурной среде и так далее, бессмысленно, мы и так все любим друг друга, уважаем и религии, и национальности, и мультикультурность и так далее, бессмысленно говорить на фестивале, об этом нужно говорить с массами, со зрителем, с подростками и так далее, вот мы создавали такое кино. И вот эта вот глубокая тема была подана через футбол, через любимую, популярную, понятную всем игру, через дворовый футбол. С хэппи-эндом, вот все, что только можно, с прекрасным саундтреком, с великолепным звуком, с монтажом, который был просто только для зрителей. Не дай бог, не заскучал. Значит, теперь мы ездим по фестивалям. У нас огромное количество, вот так же, как у Саши, гран-при. Начиная там, я не знаю, от нашей огромной страны. Мы показали от Калининграда на Полковещенское, Екатеринбург, Тюмень. Да, вот сегодня мы не были в Тюмени, нам привезли пись. У нас огромное количество гран-при. За границей Палермо, Милан, Чикаго. Чикаго единственное, когда разговаривали, они сказали, что, может быть, наши не поймут ваш кино, потому что у вас белые, значит, консультуют с белыми, при этом называют их черными. Мы тоже взяли наше кино, и мы там тоже получили кризис. Огромное количество призов, потому что это острая, важная такая тема. Мы просто должны все для всего мира. Мы получили номинацию на премию президента в этом году, премию за укрепление единства российской нации. Наше кино посмотрел Барина, руководитель Федерального агентства по делам национальности, приезжал специально на мосфильм, абсолютно был человек неравнодушный. Несколько раз звонил лично на Первый канал. Я лично звонила и Ситюнкову, и Писареву, и Однокурснику Жилфаку, и так далее. Это им ничего не дает. Ну, потому что они все говорят, Лена, у нас нет линейки для такого кино. Ну, как? Не на одном канале нет линейки. Значит, нас попытался купить Матч ТВ за 450 тысяч. 450 тысяч рублей, не подумать чего-нибудь другого. Это премьерный показ фильмов, который вложен, ну, как минимум, только федеральный, ну, вот нашего фонда кино, 10 миллионов рублей. Ну, как это может быть? Это несуспоставимые вещи совершенно. Такого, ну, просто не может быть. Его посмотрел Хлопонин, его посмотрела Администрация Президента, естественно, потому что они бы не выдвинули его тогда на премию президента. Как такое может быть, что мы готовили этот фильм, начиная с 11-го года, вот с кинотаба, да? Пять лет мы работали над этим. Нам пять раз сказали, ребята, вы делаете прям очень важное, нужное государственное кино. Вот вам номинации на премию президента. Вот мы все посмотрели, все супер. Не один канал, и прокат, ну, как скажем, в прокате мы заработали 12 миллионов рублей, и когда я звонил в Минкульт, мне сказали, да, да, и мне сказали в Минкульте, ну, что, до детского кино это даже очень неплохо. Я очень рада показывать каждый раз. Мы показываем везде, в детских домах это кино, мы ездим по всем площадкам, куда нас зовет, вот, так вот, федеральное агентство по делам национальности. Оказывается огромное количество таких формов, конгрессов народов России, там, и так далее. Я счастлива показывать, ну, просто хотя бы так, зрителю, да, я вот добираю свою аудиторию, показываю на вот этих вот площадках. Но, ребята, дорогие, я же и где не хочу заработать, я генеральный директор студии. У меня долг перед только фондом кино 10 миллионов. В феврале студия будет опечатана, да? Я такая не одна, я такая не одна, нас таких очень много. И, как бы, это вот такая вот система, то есть мы делаем кино. Я сейчас не говорю, есть, конечно, и не очень хорошие фильмы, но есть хорошие фильмы. Вот мы сделали кино, которое нам сказали, что оно нужно. Нам, значит, 28 раз пригласили нас на эту площадку, на эту площадку, на эту площадку. Мы везде выступаем, мы везде показываем. И при этом, при всем, я как бы становлюсь должником фонда кино, просто потому, я бы с удовольствием разбатилась. Но просто у меня его никто не покупает. Вот вы когда говорите, что мы просим бешеные деньги, мы не просим, но они должны быть все-таки соответствовать тому, сколько мы затрачиваем. Ну вот у нас, например, там бюджет был, скажем, 57 миллионов рублей, из них 24,5 было не возврата в Минкультусе. Но остальные же я добирала, 57 миллионов рублей не вернули. Вот какие деньги безумные. Ну это же зрительское кино, но за 3 рубля тоже его не сделаешь. Часть денег я вернула. Вот десятка в фонде кино у меня висит. И в феврале я стану таким неисполнителем. Мне не дадут больше денег никогда в жизни ни Минкульт, ни фонд кино. И, ну, слава богу, что, может быть, меня не посадят за вот этот вот дом. Но, как бы, я все равно буду сознательно. И я с вами буду сидеть в одной игре. Ну, то есть, вот, у нас, у нас такие реальные вещи, но. Поэтому войдем в предложение безусловно. Безусловно. А вы нам пирожки принесите, пожалуйста, на задержку. Я же говорю, это смертельно. Ну, да, это опасно, безусловно. Обязаны показывать государственные каналы и прокатывать фильмы, те, которые были поддержаны государством, вот на 100%. Про остальные, как бы, про частные не могу сказать. А вот то, что поддержано государством и прошло экспертную оценку, обязаны показывать каналы и прокатывать либо государственные, либо не государственные. Ну, я не могу сказать, что я не могу сказать. Молодец, Светлана. Вот о таких фильмах, которые делали-делали, и апогеи сделали хороший фильм. Получился. Получился. Я написала два письма Михалкову и руководителю. Год кино. Сейчас вы давали деньги бесплатно. Почему те фильмы, которые сейчас получили наградой, не могут попросить, чтобы этот долг был прощен? Хотя бы это. Нет механизма экономики. Я не думаю, что счетная палата не разрешит. Это должно быть принято на уровне государственной. Счетная палата абсолютно не разрешит. То есть такая история, специально знали, нет механизмов для того, чтобы подбежать фильмы, которые и призывы, и выживали все это в бассейн, в куче, и в сходящий момент, нет отработанных. Просто нет. Я думаю, что сейчас это все очень сурово, и что есть какие-то механизмы, которые выжатые из двух века, потому что советский и российский режиссер-продюсер в стиле доклада создали ассоциации производителей и прокатчиков детского фенкула. Алексей. Я Алексей Покровский. И Сулович. А вот Алексей. А вот Алексей. Я вас включила? Леша, жги. А, вот Алексей. Так, меня зовут Алексей Ясулович. Значит, я хотел сказать, в общем-то, послушав все сегодняшнее наше заседание, хотел сказать только одно. Я детским кино занимаюсь достаточно давно уже, и встречаю...